Серед постойной напруги спорт поддерживает тебя. Самолет улететь можно, а Мария Захарова находиться внутри самолёта нельзя. Так она же могла находиться вне самолёта, она же могла находиться на крыле самолёта, на хвосту самолёта, на пропеллере самолёта. Просто могла быть привязана к самолёту, ей не обязательно было находиться в самолёте. Скажите вы и будете правы. Это абсолютный прецедент. Я таких историй не знаю. Чикагская конвенция, которая регулирует перемещение... У нас таких прецедентов для вас очень и очень много. Вы не поверите. ...самолетов трактует понятие территории как землю и воду. Это не относится к воздушному пространству, где самолет проходит транзитно через территорию государства. Такие меры никогда, по крайней мере, я никогда не слышала, чтобы применялись. Но еще раз, в таком глупом свете некие люди в Болгарии, а нам сказали, что на достаточно высоком уровне принималось это решение, подставили и свою страну, и свой народ. А почему они подставили? Под что они подставили? Куда они подставили? Справа в том, что вы видели, это маршрут, которым летела Машечка Захарова для того, чтобы облететь все эти территории и для того, чтобы дистаться на саммит ОБСЄ. Можно было просто не лететь на саммит ОБСЄ. Но каждый раз, когда Россия слышит отзывы от западных союзников Украины, от Запада, от страны, которые признают законные нормы и правила, и каждый раз, когда Россия не понравится те или другие нормы или правила, она говорит о том, что мир их порушает. Но когда Россию позволяют их дотриматься, она всегда говорит о том, что не для того ее, извините, на эту землю привнесли, чтобы она правила придерживалась, которые ей не нравятся. Поэтому они этих правил придерживаться не будут. Потому что когда ты говоришь про правила кордоней 1991 года, оно им не понравится. Нет, они его не слышат. А когда им доводится облетать пів света для того, чтобы попасть на заседание ОБСЄ, от тут они сгадывают про правила и нормы. Ну, так оно зазвичай працюет. Ну, в том свете. Ну, и так криво оно працюет на самой Росії. Что еще сказала Машечка Захарова, окрім того, что поскаржилася на такий довгий полет на саммит ОБСЄ? Как обстановка? Если те, кто носом вертит, я имею в виду, Демарш сразу четырех государств стало известно, что Прибалти и украинцы не приедут, если приедет Лавров. Ну, поляки в последний момент тоже присоединились. То есть пять стран, узнав, что вы там, остались дома. Чувствуете это? Чувствуете, насколько мы не хотели слышать вот этот вот запах земли русской, что остались дома? Пять стран сказали, не поедем мы на ОБСЄ, потому что там русский дух. Там Русью пахнет. А этот запах не из самых приятных. Поэтому мы туда точно не поедем. Для чего? Сказали поляки, украинцы сказали, кого мы там не бачили. Лаврова? Дякую, не треба. Если вы хотите поговорить, або ж побачить в этом цирке, говоря, что лошадь, будь ласка, квитки мы не будем оплачивать на цей цирк. Он нам не нужен. Вот, Оля, я прошу прощения, но вообще какая-то ситуация немного похожа на хоккей. Я небольшой специалист, но я знаю, что есть пятерки, правильно же? Я ничего не путаю, да? Хоккейные пятерки. И вот это та самая... Лучше бы так в международной политике разбирались, Машечка Захарова, нежели в хоккее. Ну-ну. Самая хоккейная антипятерка, не четверка, а именно антипятерка, которая образовалась в виде Украины. Но давайте не будем называть Украину. Киевский режим, кулебище. Три прибалтийских. А путенищеский режим, путенищище, можно так называть? Кулебище. Государство. И вот буквально в эти минуты последовало заявление от властей в Варшаве, в Польше, что они тоже присоединяются, как они говорят, я не знаю, там, бойкоту, к чему-то там, то есть они не будут участвовать. Вот такая пятерка. Почему я говорю хоккейная? Вы не поверите, но так совпало. Сергей Вячеславров выступает на Совете министров иностранных дел ОБСЕ под номером 17. Да, та самая легенда номер 17, которая будет противостоять вот этому псевдо-бойкоту со стороны агрессивно настроенной пятерки. Знаете, как противостоял этой агрессивно налаштованной пятерке, яка не приехала на ОБСЕ, тому ей не важко было протистояти, бо ей не было там. Но, тем не менее, знаете, как протистояв цему Лавров? Can you leave me alone, please? Thank you. Can you leave me alone, please? Thank you. Сказав Лавров? Ну, та, він саме для того приїхав на захід ОБСЕ, для того, щоб сказати «залиште мене у спокої». Залишить тебе у спокої можуть на території Росії. Чого приперся? Тобто ти приїхав для того, щоб сказати «залиште мене у спокої»? Та ми з задоволенням. Навіть готові обгородити ту територію Парканом, щоб, в принципі, забути про ваше існування. Нам не складно. Що ще, окрім того всього, сказав Лавров на зустрічі, на засіданні ОБСЕ? Can you leave me alone, please? Thank you. Хотя, как казалось, завершение биполярного противостояния лишалося Европландии. По-моєму, биполярное противостояние проходит только в голове у Лаврова. Антический альянс, смысл його существовання. Государства НАТО і Євросоюзи своїми руками разрушили военно-политическое измерення ОБСЕ. В 1999 році... Ну, бачите, традиційно. Помню, 1999 год, тогда же НАТО і Європа разрушили своїми руками те, що будував з гівна і палок Советский Союз, Россия. І, ну, вони ж намагаються до того періоду часу повернутися до Советского Союза. Тим не менше, нічого нового не відбулося. Лавров в черговий раз розказував про те, що весь мир, конечно же, плохой. Одні, вони, красиві, в белому пальто, здесь сидять і выступають за мир во всім міре. І не спрашивайте, почему у мене в руці топор, а рука спрятана за спиной. Просто так мир строить намного легче. Дякую за перегляд!